Библейский портал экзегет.ру представляет Мы с вами сегодня читаем 31 главу книги пророка Исаии для библейского портала Экзегет. Я, Андрей Десницкий, предлагаю свой собственный перевод с небольшими комментариями. Я думаю, что всем уже немножко к этой 31 главе надоела эта внешняя политика. Почему Исаия так упорно рассказывает про Египет и Ассирию? Для нас с вами Египет это страна, куда иногда ездят отдыхать летом. Нет, летом лучше не ездить. Зимой или осенью. И откуда иногда приходят какие-то новости не самые радужные, как правило, Ассирия. Вообще что-то из древней истории. Как правило, люди толком не знают, где она вообще была. Но это примерно северный Ирак, восточная Турция сегодняшняя. Ну и какая разница, в конце концов, кто там кого победил? Мы давно живем в другом мире. Я думаю, что Исаии тоже, в общем-то, было все равно, кто кого победил. Египет, Ассирию или Ассирия, Египет. Ну, так получилось, что Израиль небольшой народ со своим государством, который живет между большими тогдашними державами. Кому интересно, представьте себе на месте Египта или Ассирии любые современные страны. Там США, Китай, какую-то еще страну, нашу собственную, в конце концов. Это не очень важно. Важно, что люди воспринимают окружающий мир как некое поле битвы держав. Ну, оно таковым и является. И, в общем, трудно не заметить того, что Ассирия ведет жестокие завоевательные войны, как правило, истребляет непокорные народы, а покорные народы, ну, так переформатировав, оставляет жить. И что Египет — это, по сути дела, единственная большая страна, которая хотя бы приближается к ассирийской мощи, но все же меньше ее. И что в связи с этим надо что-то делать. Ну, и это такая периодическая ситуация, в которую попадает Израиль. С севера идет какая-то угроза. Ассирия — одна из них, еще будет Вавилон. Потом с севера придут греки и македонцы. Потом, ну, скорее с востока, но тоже через северные базы римляне. И Египет, он всегда там, Египет, он знаком. Египет — та страна, в которой израильтяне уже были, в которую они периодически убегают, часть из них при угрозе с севера. И та страна, на которую хочется опереться. Вот, собственно, Исаий об этом и рассказывает. Кто хочет подложить сегодняшние реалии, геополитика сегодня такая модная, область, ну, я бы сказал, знания, но, наверное, не только знания, а больше болтовни. Ну, подставьте свои страны. Но Исаий объясняет, как с этим жить. Горе тем, кто идет за помощью в Египет. А вы подставляйте страны, если хотите. На конницу надеется и на крестничное войско, ведь оно так велико, и на всадников, которых так много. Но на святыню Израиля не посмотрят, Господа не ищет. Вот, собственно, его основной мотив. И, наверное, он так упорно об этом говорит, потому что, ну, как и сегодня, как, наверное, и всегда, ему-то все рассказывают про геополитику. Какие там расклады, как там ассирийцы на кого напали, как там Египет кого-то обещал защитить. Но приходится снова и снова это объяснять. Горе тем, кто на святыню Израиля не посмотрит, Господа не ищет. Ведь он мудр, он бедствия наведет и слов своих не отменит. Обратиться против дома нечестивых, против помощи злодеев. Вот здесь хочется внести коррективы, правда? Он мудр, милосерден, он нам поможет, мы его народ, мы его дети, нам он все даст, а других он накажет. Ничего подобного. Обратиться против дома нечестивых, против помощи злодеев. Вновь и вновь Исаии, может быть, этим он и знаменит, может быть, в первую очередь, может быть, именно это и навлекло на него такое неприятие современников. Он не говорит, мы крутые, а все остальные мерзавцы. Он говорит, Господь покарает нечестивцев, если это мы с вами, значит нас с вами, если это Осирия, значит Осирию, и установит свое царство. Вопрос в том, где мы окажемся при этом. А это зависит не от геополитики, это зависит от того, в каких отношениях мы с Богом и как мы живем. Собственно, и все. Итак, обратиться против дома нечестивых, против помощи злодеев. Это уже может быть намек на возможную помощь Египта, что даже если она придет, Господь ее не одобрит. Египтяне – люди, а не Бог. Их лошади – животные, а не дух. Стоит Господу протянуть руку, и кто помогал, тот споткнется, а кому помогали, тот падет, оба сгинут разом. Ну, собственно говоря, тут уже даже и комментировать нечего. То есть человеческие расчеты и воля Божья – это разные уровни. Вот что сказал мне Господь. Как лев, как львенок кричит над добычей, и пусть много пастухов вокруг соберется, но от их криков не дрогнет, а от их толпы не арабеет, так как Господь воинств выйдет сражаться на горе Сионской, на ее высотах. Ну, мы представляем себе львов, наверное, только в зоопарке. Тогда они все-таки водились на Ближнем Востоке. Может быть, не каждый имел личный опыт встречи со львом. Ну, понятно, что если лев добыл себе какое-то животное, он его не отдаст, пока сам не насытится. Там хоть толпа вокруг него, соберись и кричи. И Господь изображается сначала грозным воинам, таким львом, который ревет над добычей и никому ее не уступает. Как наседка птенцов, так Господь воинству кроет Иерусалим, избавит, пощадит, оградит, защитит. Обратитесь к тому, кому вы противились так упорно, сыны Израиля. А здесь, наконец, в качестве какого-то чуть ли не примечания, то, что они хотели бы услышать, что, да, все-таки Господь защитит. Но только после того, как сказано, что уничтожить нечестивых, и что его волю не отменить. Вот если это принимается, если с этим мы разобрались, тогда можно говорить об ограде помощи, защите, но не раньше. То есть вечная история про то, что Бог на нашей стороне, без конца утверждают самые разные армии, политические силы, государства и так далее. Но пророк — это человек, который говорит не на вашей, а на стороне праведности, на стороне своего собственного замысла. Если вы против всего этого, то, извините, оказываетесь вы в лагере противников Бога. Если вы это принимаете, тогда вы можете надеяться на какую-то защиту. И, наверное, нету двух более противоречивых противоречивых образов, чем лев, который рычит над добычей, и наседка, которая укрывает птенцов. Ну, оба из животного мира, но оба совершенно разные. И оказывается, Господь то и другое. Вот сегодня богословы рассуждают о разных свойствах Бога, о том, что он милосерден и справедлив. Здесь это все в виде поэзии. Лев, ревущий над добычей, и наседка, укрывающая птенцов. Через запятую — это одно и другое описание Бога. «В тот день отвергнет каждый серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых его собственные руки сотворили ему на грех». Бесконечно об идолах, но я думаю, что здесь не только идолы, как серебряные и золотые статуэтки, которым поклонялись, но одновременно и как некие ценности, идеи, которые коренятся в этом мире. В конце концов, помощь Египта, надежда на военный и политический союз с ним, это тоже в конечном счете может стать идолом. Это может быть инструментом или каким-то практическим действием, но может стать неким идеалом, иначе говоря, идолом, на который возлагаются абсолютно все надежды. Ну и, кстати, про Ассирию. Это чем там кончится с Ассирией? Поразит Ассирию мечом, но не муж. Истребит ее мечом, но не человек. Да, побежит она от меча, и юноша ее принудит к работам. Ее твердыни от страха бросятся бежать, ее вожди бросят свое знамя, пророчество Господа. Огонь его на Сионе, горнила его в Иерусалиме. Поразит, но не муж. Истребит, но не человек. Да, побежит от меча, и юноша ее принудит к работам. Тоже такая антиномическая, если хотите, конструкция. Ассирия будет завоевана, подчинена, уничтожена. Да, это и случилось, но не человеком. Как-то не человеком, что инопланетяне или ангельские полки. Нет, конечно, Ассирия падет отчасти под внешними ударами, отчасти в силу того, что огромная империя, построенная исключительно на завоеваниях, жить не может без этих завоеваний. Разваливается, как только ее махавик войны останавливается. Но Исаия напоминает, что есть человеческие расчеты, есть божественный замысел. Огонь его на Сионе, горнила его в Иерусалиме. То есть есть меч, который, да, в чьих-то руках, но это не важно, в чьих. И есть огонь и горнила, которые переплавляют этот мир. И Сиона и Иерусалим, собственно, священный центр на тот момент этого мира, где происходит зримым образом то, что можно назвать какой-то кузницей мировой истории. Но куется-то не история. История — это, скорее, побочный продукт. Куется некое такое новое человечество с мирными отношениями с Богом. И пророки, собственно говоря, описывают, как это будет. А как-то будет замечательно, когда все это произойдет, следующая 32-я глава.